Программа классная, и сама программа, и подарки. Мне обычно иногда просто нравится сама программа, иногда подарки. Вот в этот раз мне нравится все. Поэтому давайте с вами начнем постепенно. Так, начинаем с блокбастера. Блокбастер в феврале, чаш новая классика, объемом 800 мл. Помните ее, в каком она цвету была? Бирюзовая. Да, в прошлом году она была бирюзовая. Блокбастер, вспоминаем, это изделие, которое любимое, которое может очень многофункционально использоваться. Шикарная чаша, замена практически литровой палочки. Полупрозрачный цвет, всегда очень красивый. И самое главное здесь, что влага, воздух, непроницаемая крышка. Да, влага, воздух, непроницаемая крышка. И пара, совершенно верно. Это лучшая крышка. И большой объем вообще, ну, прелесть. Ну, большой, средненький, да, такой прям идеальный. Хороший такой, хороший. Что значит влага, воздух, непроницаемая крышка? Это значит, можно перевозить жидкости, прям супы. Да, мы даже вот здесь вот подбрасывали периодически с водичкой. Дальше, что еще? Можно даже огурчики заморевновать, шампиньонечки, какое-нибудь небольшое количество, да? Как мы это делаем? Закрыли. Дальше. Выпустили воздух. Да. Хотите, щи перевозите и так далее. Хранить еду, да, в холодильнике, остаточки. Целое ведро майонеза влезет. В ведро майонеза, вот, чудесно. Майонез влезет. А мы его делаем сами? О, ты ли? Я седу, я седу, я седу, я седу, я седу, я седу. Так, что еще я забыла вам сказать? Это те изделия, вот, 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 как мы представим, крышка, в которых мы готовим, вот, эти вот квашения, да, всякие разные, дальше храним, транспортируем, благодаря такой крышечке, и что я не знаю, что сервируем. Мне кажется, кулич сюда влезет к Пасхе. Кулич, да, в какой-то другом случае влезет. Так, что мы здесь, кстати, двор тоже очень хорошо долго хранится. Есть возможность приобрести один отец, да, но мы никогда не смотрим, что можно предупредить в качестве родной, что-то, потому что всегда выгоднее набором. Набор из двух 799, я говорю, цены больше. На самом деле, дает всегда радует глаз, и оно не выгорает, не выцветает, и мы знаем, что дарайте на наш полимер 30 лет, и, да, мне можно даже не говорить, здесь очень много тех, у кого изделия, сколько лет уже, ну, вот, 18, да, как вот у многих, кстати, с момента открытия Таборостора, то есть у нас есть наши контейнеры, абсолютно ничего, и у меня тоже очень долго. А у меня коллеги на работе говорят, у тебя как детская посудка, все такое цветное, красивое, так хочется пользоваться. Так, держи, поскольку у нас масляница, мы начинаем наконец-то из блинчики, оладушки и все, что с этим связано, и также готовим завтраки. Сковорода, блинная, диаметром 24 см, с нашим замечательным любимым покрытием Этерна. Это новое покрытие, которое позволяет готовить без капли масла. Поставили на газ, и на керамику, и на индукцию, и на электрическую плиту, то есть для любых видов плит. Поставили, включили, и сразу можно яйцо разбивать, либо уже маску длинную развивать, даже на холодную не прилипнет. Ничего. Еще на бортиках печется все. Да, бортики имеют такую же температуру, как основание, поэтому, если у вас там котлеточки даже войдут, то они будут абсолютно так же прожаренные, как и часть, которая в серединке. Я иногда вот перед первым, допустим, венчиком чуть-чуть, прям чуть-чуть смазываю, прям несколько капель, все, хватает, нормально, дальше дожарю. И очень хороший диаметр, самый такой ходовой, универсальный. Ходовой, да. Так, девочки, что еще здесь уникального, во-первых, вот видите, вот здесь специальные такие, как сказать, выступы, показывающие, во-первых, где нам держать руку, чтобы не обжечься. Вот выступ для большого пальца вверху, выступ для указателя внизу. Дальше, вот эта развилочка, в принципе, вы и здесь не обожгете, просто здесь наиболее удобный захват. Вот эта вилочка, клепочный метод, это все продумано для того, чтобы не нагревалось полностью, чтобы было надежное крепление. Что еще вам сказать? Это новое покрытие терное, которое, самый главный вес, как называется, перстурактана, по-моему, весота, самая ядовитая вредная, которая была в теплоновом покрытии. Помните, когда раньше теплоновые были сковородки, нам было как только царапну, все, можете выкидывать, потому что там все уже ядовитые выходят в вашу пищу. Здесь это все абсолютно безопасно. Ну, пользуемся аккуратно. Пользоваться либо силиконовыми нашими лопаточками, да, или вот как раз приборы диска и силиконовые, которые сейчас я тоже расскажу. Для работы на наших покрытиях интерна, пожалуйста, гаджеты, узкая лопатка, широкая лопатка, ну, половичкам мы разливаем. Начну в конце о каждом из этих, о каждом из этих идей. То есть она просто изумительно подходит под блинчик, переворачивает. какие мы тортиковые, во-первых, видите, здесь скошенный край, то есть для левшей, для правшей тортик, и порезать, и подать как сервировочной лопаточкой, да. И как-то вот разровнять, какие-то остаточки собрать. Вообще просто безупречная лопатка. И, кстати, у всех наших гаджетов, и даже вы знаете, продумывается очень долго, там целый институт разрабатывает гергономические свойства все подряд. Видите, вот эта широкая часть, вот именно она помогает правильно, комфортно держать. Дальше. Продумана вот эта вот силиконовая вставочка. Даже из влажных рук у вас ничего не выскользнет. И на всех наших кухонных приборах, вы видите, разными немножечко цветом или оттенком вот эти вот цветные вставочки, чтобы вы уже визуально видели, допустим, ну, уже по интуиции, да, так желтенькое все, это тоже мне надо. Кто так ориентирует? На самом деле очень красиво. Краин глаза. Да, уже знали. Все выдерживают они температуру до 100, ну, где-то, от 120 до 180 градусов, да, вот это вот вообще 180 градусов выдерживает, поэтому вот мы можем по горячему запросто работать. Главное не вставлять на сковородке, чтобы не жечь ручку. Вот эта вот силиконовая вставочка, она выдерживает 80 градусов, поэтому мы на сковородке не оставляем. Если вас, конечно, не парят вот эти вот чертички, можете оставить, потому что многие, к сожалению, домочадцы не пахнут. И потому что не пахнет, горит и не пахнет. Да, это у нас, ну, сейчас и горит, и не пахнет. Вот. И, опять же, можно подвесить на рейлинг, кто любит все это под рукой держать. Лопаточка, в общем, все, я вам все рассказала. Вот. У нее, знаете, еще какая фишка? Когда вы ее, допустим, кладете на стол, специально сделано так, что рабочая поверхность не соприкасается, у вас не пачкается стол. Хотя мы все знаем, что у нас для этого есть что? Подложечка. Подложечка, да. Очень удобная часть. Чистиль, которая называлась раньше. Так, все, это мы сюда кладем. Дальше. Широкая лопатка для чего? Широкая лопатка для чего? Тоже очень удобная. Рыбку, котлетки. Рыбку, котлетки. Да, у нее также скошенные краешки. То есть, очень удобно поддевать. И для левшей, и для правшей. Горячие тиражки, вот если переложить в противень. Да, да. То есть, вот что такое шурки, вообще изумительно. Прижать вот так вот, кто любит, вот внизу прожарочку такой, да? И что еще? Можно пастилу на противень разровнять, и вот эта лопаточка ее выравнивать. Да, либо пречиком, либо лопаточкой. Хороший кусок. Омлет. Хорошо. Можно вот с этой. С этой можно вот так ее. Омлет пашот, который такой вот. Да, складывать, чтобы, да, совершенно верно. Помогать даже блинчики, да, если горячий кто-то не выдерживает, можно блинчики вот помогать, сворачивать с начинкой. Вареники можно вылавливать. Нет, это через все, он сколезнет. Что-то умные, ведь хотела сказать, раз пять. А, пять полородочек, во вдоль им, жир может стекать обратно, то есть вы не переложите к там пакетке или рыбку. Ну, то есть можно как-то его чуть-чуть выставить в приеме. У вас, вот знаете, как с лучшей чистками. Есть фанаты большого паломника, есть маленького. На самом деле, поверьте мне, нужны в хозяйстве оба. Большим, понятны мы какие-то первые блюда, да, паломничек маленький. Вот кто использовал? Блинчики. Один блинчик. Один блинчик, да, оладушки. А как удобно, компотик, кисель, окрошечку. Нет, что окрошечка любить большой. Что удобно еще, что мне нравится, в стаканчик, да, у детям, допустим, компот или кто-то. Кашку манную. Кашку манную, да. То есть даже густая какая-то, густая елка, все очень хорошо. Потому что у нас, видите, она не круглая, не идеально ровная, а немножко треугольной формы, краешком зауженная и еще что продуманное. Для чего еще такая вот форма? Из кастрюлек, из любых емкостей до последней капельки, изо всех уголочков это все соберет у вас все, что там есть. И вот удобно брать с собой. Ну, например, на природу пошли раз и паломничек. Уху сварили. Уху сварили, да. Разлили. Вот, поэтому вот такой набор, который мы сами себя уже это... Да, сами уговорили, надо брать. Сами уговорили, да. 1599 цена гостя. На гостя. Три гаджика. Ну, я люблю себя наборами. Вы, конечно, можете там между там с собой подружками все делить, потому что у кого-то уже что-то есть, допустим, да. Переходим. Супер. 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 Совершенно верно. Точнее измельчитель суперсоник. Да. Объем 300 миллилитров. Пришел на смену какому-то нашему изделию? Измельчитель. Тургон. Он назывался, да. Он немножечко модифицирован, усовершенствован. Несколько отличий вот версии. Смотрите, какие изменения у нас. Изменения, во-первых. Так, все начали. Дырочки. Со стержня. Да, нет дырочки. Помните, когда мы там засыпать мукой что-то, там травку мы должны были держать, засыпать. Здесь все спокойненько. И этот стержень вставляется вот туда в специальный разъемчик. Который потом зацепляет и вращает. Дальше мне очень нравятся лезья. Посмотрите, нижняя ровная, а вот эти чуть-чуть скошенные вниз. Для чего? Если у вас продукт летит вверх, то вот эти вот лезья они его сбрасывают вниз. Понятно? Это очень удобно. То есть все вот на нижних ярусах измельчается. Заполняем мы до третьего лезья. Помните тоже, да? А мы под крышку. Крышка тоже модифицирована. Если раньше нужно было в дырочку вставлять, то здесь, смотрите, вот бочком мы так пальчик накладываем, на эту кнопку нажимаем. Здесь показано, куда эту красную часть двигать туда, чтобы открыть. То есть на этот значок замочка. Все, аккуратненько. То есть вот видите, я параллельно, как сказать, держу пальчик, либо так, либо так. И все, вот она поднимается. Собрать, естественно, так же просто. То есть совмещаем и сюда, в обратную. Она фиксирует этот шнурок, когда посушить надо? Вот. Шнурок посушить их, то и в этой версии. Мы его вытаскиваем и вот так вот раз заткнули дырочку. Шнурочек другого цвета. Шнурочек другого цвета. Шнурочек другого цвета. Потому что, ну, многие, да, чисто вот как-то автоматически получается что-либо вверх, либо вниз тянут. Да, и вот у кого, ну, очень редко на самом деле, крайне редко, у кого перетиралось. Я уж не знаю, как там надо дергать. У меня вопрос. Да. Извиняюсь. А вот если она переворачивается, все равно дергается или... Конечно, да. Нет, просто на той версии, если перевернешь, не дергнешь. Нет, там все. Нет, там нельзя. Не замечала. Ладно. Пусть-пусть так. Раньше нужно было, кстати, да, вот эту вертушечку, там, если ее перевернешь, то она выступала. Да. Попрыгка. Многие боялись, что это они... Значит, усовершенствовали. Да, конечно, усовершенствовали. Вообще, верхнюю часть практически никогда не надо мыть, да. Поэтому вот эту часть мы моем, эту. Но, если вы моете, то обязательно есть маленькие даже отверстия, куда, когда затекает сюда вода. Поэтому периодически обязательно рассушиваем и сушим, девочки. Потому что не все знают, что можно было сушить. Слава Богу. Да, я так с миксером немножко это... Не знала, как разобрать и там потом... У нас все можно. Смотрите, где есть два цвета, это все разбирается. Запомните. Да. Если вы, допустим, вытаскиваем, да, то есть вот так уставляем все. Можно им... Ну, не каждый догадается вот там вот... Еще, девочки, что мне нравится, сюда подходят крышечки от классики. Ну, тюльпанчик мы ее называем. И еще от чего-то. От высокого хит-парада. То есть вы можете продукт здесь оставить. Можете продукт здесь оставить, да. И паштетик, допустим. Паштетик, да. Ну, я вам точно скажу, что лучше переварить, потому через час вам он нужен будет. Что мы еще здесь... Мы измельчаем здесь все в отряд. Такой измельчитель нужен каждой хозяйке. Лук, морковь, грибы, что хотите. Орехи. Орехи, грецкие, зелень, да. Ну, и паштет делали здесь. Паштет. Ой, у нас есть в электронном виде рецепты, вот 30, по-моему, да, вот все изумительные. Какие только паштеты мы здесь не делали. Потом муртилочкой на чипсинке вот так красиво закусочку за 2 секунды делали. Катя, приходите на ассамблею. Творок и огурец соленый. С укропчиком. С укропчиком. Мы обязательно будем их все пробовать за следующих ассамблеи. Ну, как обычно, да, все это показываем. И самое главное, девочки. Помните, сколько они были буквально недавно? 4,699 по основному каталогу. Это основное. Они по спеццене были 12 консультантов, а сейчас для консультантов 1825, да. То есть вообще, вообще такого, это нонсенс, чтобы компания, понижала цену на неизменимые. Да. Шейкер. Да, да, да. 350 и сколько-то? 600 миллилитров. Что они вам сказали? Красивый бордовый крошечка. Нет, 600, да, и 350. Красивый бордовый крошечка. Всегда есть ингредиенты, девочки. Поэтому, ну, по-моему, мы должны быть. Ладно. Так, что еще? То есть, любые, а кто вот сейчас на ПП, да, они вечно вот эти коктейли сливают. Мирная шкала нанесена лазерным способом, поэтому не сносится и сотрет. Да, миллилитры. Умцы, кто вдруг по английским рецептам готовит. Дальше, девочки, все время меня паникующие консультанты звонят и говорят, у меня в маленьком шейкере нету решетки. Это все нормально. Решетка только в большом. Почему? Потому что в маленьком такое количество продуктов, которое вполне хорошо смешивается крышкой. Она, во-первых, полнообразная. Во-вторых, видите, вот этот выступ у клапана. Это все очень хорошо там все разбивает и перемешивает. Теперь смотрите, для чего, уже, наверное, все у меня выучили, для чего в решетке есть половинка пустая, половинка с... Нет, я не знаю. Чтобы можно было досыпать. Ага, ну и так, да. Во-первых, кстати, досыпьте хороший вариант, я что-то про него даже не подумала. А во-вторых, смотрите, после того, как вы смешали, если вам нужна вся масса омлетная, например, вы клапан располагаете напротив пустого, пустой половинки, а если вам надо отфильтровать, ну, помпотик какой-нибудь, мы же тоже здесь завариваем, да, то вы через решеточку. Понятно? Еще раз. Значит, если ягоду оставить, значит, и решеточка, а если не все слег, ну вот, вот. Ну, видите, каркадечка, я всегда рад, так что я вам теперь новый рассказываю. Пожалели пластмассы. Раньше было полный, весь, сикарной. В другом. В другом. В первом был. Согласитесь, это очень продумано. Крышка была мягче, крышка была мягче. Вы промываете изюм, ля-ля-ля-ля-ля-ля, и слили, залили, промыли, слили, с небольшим количеством. Нет, оно очень профессиональное. Значит, смотрите, крышечка. Крышечка. Мерная. Правильно. Во-первых, она герметичная девочка. Вы можете прям молоко отмерять, воду, все что угодно. Шкала. Что? А я вот всегда забываю, что крышечка. Она даже стоит на столе. Когда вырез готовишь, прям раз все отмерю. Да? А вот никогда ей не отмеряю. Да. Я все время про нее забываю. Я вас заманиваю просто на гномики. Я все в гномику мерю. Так, 75 миллилитров, между прочим. А что я заманиваю? Замагномленные все. Нагномленные. Так, и еще, что я вам вчера показывала в группе? Про зерноварку, да? Тоже меня слушали. Да, чтобы промывать. Порционную зерноварку, сколько сыпать крупы? Сколько сыпать крупы? 75 миллилитров. Ты моя уже. Слушай. Из огромного. Запомните правила. Сначала жидкие ингредиенты. Яйцо, молоко. Потом сухие. Мукасы. Пиши. Мукасы и оконодлинные. Можно так запомнить, да. Ну, как я и сказала. Сначала жидкое, потом это. Дальше. Вот такими вот, как воронка. И потом уже вертикально. А мы сразу здесь. Можно сразу. Можно вот так. Но мне понравится. Вот так вот, как вороночка. И потом вертикально. Если у вас что-то там бродящее, то... Кефирчик, например, там, да. И, кстати, молодцы, что напомнили. Вообще нельзя здесь газовые, да, такие смеси и горячие нельзя. Открываем. Ну попробуем. Для чего еще мы используем эти классные шейкеры? Блинчики. Это понятно. Это святое. Кстати, вот у меня дети очень любят шейкеры. Они все время омлет. Да. А еще на водяной бане с ними мы растапливаем и шоколад, и масло, и мёд, и все остальное. Но для этого нужна профи. У нас есть профи. Специально такой вот крышечки, которая подходит на все три. И, пожалуйста, сюда наливи к кипяточку, сюда поставим, да. Если побольше, то оно может там, ну, в общем, нормально. Дальше. Что еще? Оно подходит и в емкость для смешивания. Молодец. Отличница. Вот. Тоже сюда все подходит. Это на водяной бане. Это на водяной бане, да. И сюда поваренок хорошо подходит. Да. Так, смотрите. Поваренок, да, у нас есть. И сюда к шейтеру подходят все насадки для платьев. Например, вам нужно для того же киселя... Отжать. Отжать что-нибудь, да, дальше. Вам нужно, допустим, надеть белок от желудка. Или вам нужно что? Дотереть цедру, там, шоколад, что еще. Ну, в общем, так же все это сюда подходит. Поэтому вообще очень многофункционально. Берем, даже не забываем. Одним словом, умная посуда. Все ко всему подходит. А 8 марта скоро. Это шикарный подарок. Не недорого. 600 рублей. И, опять же, акцентирую внимание, Гаря Правич сказала, что обязательно надо, во-первых, говорить о том, как использовать. А еще лучше прямо сразу так. Давай яйца быстренько. Молоко давай. Сразу с рецептем. Сразу с рецептем. Да, с рецептем. Да, с рецептем. Так. Так, 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 так. Ой, дальше мое любимое. Ну, всеми любимое. Даже не надо, наверное, долго про него рассказывать. Это у нас что? Универсал. Литр. Литр молока. Один в один. Литр молока. Килограммчик сахара. Он сейчас по 900 грамм, да, отмеряет. Крупа. Крупа. Пачка. У нас вот Наташа целый ящик заставила. Ей очень нравится. Манку удобно насыпать. Манку, да. Я почему люблю опёс? Здесь абсолютно герметичный. Ну, в обузах не проницаем крышечка. Кстати, для Номтик. Если вы видите, такой бортик, да, бортик, вот. Это, значит, крышка первого класса самая-самая крутая. Вот как у Гномика, да, как у Хирпарада, да. У Универсала ничего не пронес. То есть вы можете также перевозить вот так молоко, дома компотик положить там, допустим, на полочке, если нет. И универсал у нас стоит держать в холодильнике. Мы тоже все это знаем. Мерная шкала, опять же, в граммах унциях. Мне нравится то, что клапан не падает. То есть вы можете спокойно, не надо вот так вот все время. держать, да, то есть переливать, пересыпать, все, что угодно делать. На данной практике хорошо в них. Да вообще он классный. Так, все. Даже больше ничего не рассказывать. Цена такая же, как и была, 649 рублей. Ой, я вообще про масломку там была. Какая масляница без масла? Да, двусторонняя пачка масла умещается. Масломка очарования была вообще испокон веков у нас в компании. Как раз вот, когда я еще пришла, да, одно из первых изобретений, из первых моей покупки была именно маслёночка. Потому что стекло я не хотела, мне было неудобно со стеклянной. Вот это прям вот идеально подошло, потому что, во-первых, масло мне не желтеет, очень удобно. Вы можете ее там как подносик, да, даже кусочки сверху, там еще что-то. Можете вот так. Объясняла, Марин, вам, да, сегодня? Нет, не вам, а перед вами переходила. Женщина говорит, мне дочь вообще столько, говорит, песен пропела про эту маслёнку. Если вы кладете так, то предупреждайте домашних, чтобы они либо вы сервируете нашим ножом, режете, да. А вот я хотела сказать, надо продавать сразу с ножиком с белым. Вообще. Вот он самый туда. Да, ножик вообще очень функциональный. Либо вот так делаем, хотя это тоже будет немножко потиха, но вот это вот мы делаем металлическим, скажу честным ножом, никто у меня не парится, но маслёнка в идеальном состоянии, уже вот сколько, ему больше десяти лет. А у меня сердце ёкает, когда металлическим ножом, да, по нашему своему. Да? Простите, Танюшка. Смотрите, что здесь. Во-первых, все говорят, а что вы не защелкиваете? Не надо, что защелкиваете. Здесь две замечательные ручки. Вас автоматически вы научитесь брать именно за них, и ничего у вас не выпадет, не выскользнет. Очень удобный захват. Причем это для детской, для женской, для мужской руки, вот благодаря вот этим вот красивым выступом, да. В крайнем случае, можете что-нибудь вот так вот даже сохранить. То есть маслёнку брать тоже обязательно надо. Кстати, вот лопаточек, хотела вам показать, везде напоминалочка, да, не оставлять на горячей сковородке, а вот не оставлять на горячей сковородке. А, и ещё, потому что я спрашиваю, что это за значение не чистить, то есть если у вас чувствуют на сковородке или где-то пригорело, не надо этими нашими гаджетами очищать. Так, дальше, моя любимая колеса, я чего? Дыхание, свежесть и реверси. На самом деле, я вначале испугалась, что чёрные цвета, но практически все, кто уже подглядывал, что у нас будет в феврале, мне сказали нам именно чёрные, потому что ни красивый мы любимый изумрудный, ни зелёный нам на кухню не подходит, поэтому у нас уже целую очередь на, именно вот эту систему хранили в чёрном цвете. Что это такое? Это наш любимый контейнер, кто был у Инны, видели, у неё стоит всегда, у нас и в Энгельсе они стоят, там компактинг у меня в столе, да, и дома у меня они стоят, то есть это, во-первых, стильно, во-вторых, функционально. Удобно. Удобно. В-третьих, красиво. И красиво, и всё дышит. Самое главное, они очень вместительные, что я хочу сказать. Вот сюда входит 5,5 килограмм картошки, очень много. А какой объём в литрах? Вот это как раз 5 с топейком, 5,5 литров. А смотрится прям маленький такой. Да, это ёмкость дыхания, здесь даже, видите, лучок нарисован, можно лук хранить. И, ладно, про них сейчас расскажу, чтобы помню. Смотрите, они все разбираются, крышечки, кто-то вообще, знаете, вот эту часть убирает, сюда кладут клубки, а здесь разные цвета ниток. Кто вяжет? Не точно. Совсем многофункционально. Вот. Но здесь правильно рассчитана система именно дыхания для овощей и фруктов. И, кстати, вот в умных холодильниках, вы знаете же, не все фрукты можно в холодильнике хранить, да? Вот помидоры, бананы, они должны храниться при комнатной температуре как раз вот в этих наших контейнерах. И у вас даже в буклетике подсказка. Да, вот баклажаны, кири, бананы, авокадо, что-то еще там. Помидоры также можно хранить вот именно в них, в комнате. И вы прекрасно знаете, что, ну, видите, то, что не надо прятать. Больше у нас, вот, у большинства россиян, где стоит картошка-лук под ракомой, чтобы никто не увидел, не дай бог, потому что это все глядное и некрасивое. В этих контейнерах все очень даже аккуратненько, во-первых. Во-вторых, вот эта система вентиляции продумана таким образом, что не нужно ставить как раз-таки вот какие-то теплые, плажные места. То есть можно, вот специальные два лоста, для того, чтобы вот так вот защелки и закрывать. То есть они должны вот как раз-таки вентилированно вместе храниться. У меня просто, у меня не стоит помочь, потому что кухня очень маленькая, но дверца всегда открыта. А почему у меня открыта дверца всегда? А вот на ней висит вот этот вот реверсик. Вы знаете, что я обожаю, да? Вот у меня вот здесь вот наша тележечка для посуды, на ней тоже висит всегда этот контейнер. Мне очень понравилось, что Галя удивилась, что можно крышечку крепить, да, Гальчик? Я рада, что вы знаете. Для чего? Реверсы. Вообще это для очисток, то есть повесить на уровне пояса, закрепить, да, вот на рубочку или... Очистки в рак, очистки картошку сюда. Можно так, да. Потом саму крышечку можно использовать, как подносик, да, что-то на нее складывать, перекладывать. На самом деле здесь очень удобно, как Галя говорит, сюда резать, например, овощи, и вот так вот, благодаря вот этой суженной части перекладывать в кастрюльку. Очень удобно. Поэтому это очень многофункционально. Тогда берем два, Галя. В одном мы китаем очистки, потому что дверца так происходит. Ну, картошку сложим. А еще очень удобно в ней хранить, что хотите, и хоть овощи, не овощи, на подоконничке. Кухня маленькая, полок не хватает. Раз на подоконничке в уголочек, или в холодильник что-то в уголочке. Да, в дверя форме, для хранения. Мне даже девочки сказали, что лучше всего в ней чеснок хранится. Зимует, как на балконе, вот именно в этом контейнере уже много лет прямо вот. Дальше, девочки, переходим. Это вообще у нас самые лучшие хозяики. Я не знаю, как другие. Но у нас самые лучшие. Потому что они сразу все обалдели вот этот форм для заливного и желе. На самом деле, у нас все любят прямоугольную форму, потому что в них можно делать и слоеные салаты, и тортик тирамисо. Я считаю, вот это за торт тирамисо создали просто. Конечно же, это было актуально к нам на Новый год, но, тем не менее, у нас впереди праздники. Заливное желе мы должны есть всегда, да, потому что это укрепляет кости, сосуды и вообще все, что угодно. Это очень полезное блюдо. Поэтому делаем его, вообще, круглогодично. Поэтому емкость на 2,9. Что там, 24,5. Высота 8 сантиметров. 1499. Крышечка, вы видите, да, герметичная, хорошая. В принципе, любую даже еду здесь можно хранить. Не только вот именно доебительные картошки. И сервировать. Вообще у нас почти все, я вот уже не называю, многие изделия для сервировки, для хранения, для конкурсировки мы все ими делаем. Понятно, что наши кашечки очень даже презентабельно на любом столе, даже праздничном смотрятся. Ну и для тех, кто любит большие объемы. А у нас таких очень много. Опять же, Танечкин цвет любимый. Да, еще противенечек туда прямо умещается. Да, противенечек туда умещается. Емкость на 3,5 литра. Тридцать пять, двадцать три и шесть и восемь. То есть капелюшечку пониже на сантиметр, чем синяя. Так, как мы закрываем все наши квадратные... Мородилку можно изменить? Мородилку нет, у нас для мородилки другие. Уголочком, да, в уголочке. И вот проходим по краешкам. Все, отлично, изумительно. У меня уже чуть-чуть кастрюлю с одиннадцать литров. Одиннадцать с половиной литров. Кому нужны кастрюли одиннадцать с половиной литров? Класс. Класс. Подделывала холодец в орех. Цена вопроса хорошая. Ну и один хороший почти одиннадцать половиной литров практически. Чем характеризуются наши изделия из металла? Во-первых, это коллекция от шефа. То, где вы видите от шефа, это должно быть очень крутое, качественное. То, на что шефу будет не стыдно. В этих коллекциях... И как упаковывают это на все. Да, все очень основательно, со всеми штуками. В этой пятислойное дно, трехслойные стеночки. Прям как большой пазан. Ручки не нагреваются, как раз таки вот клепочный метод. Очень надежный. Я не полая, все ручки носу. Это коллекция шефа. А поменьше вообще бывает? Да, бывает коллекция. Танечка, ты что, ты волновая. Вот красивый локатив. Можно еще посмотреть, причесаться. В общем, давайте опираемся. Что я хочу сказать. Вот у кого уже есть эти изделия, они знают, что отличается вкус еды. Вот что не говорите, да? Отличается вкус еды в сравнении с приготовкой в обычной... Крышка еще внутри запакована. Хочу вам показать крышку, потому что она прозрачная. И, кстати, она очень хорошо зацепляется за ручку. Я не буду распаковывать, чтобы отпечатки пальцев. Да. Это в любых наших кастрюльках. Прозрачная, то есть вы видите, как там челкулик. Что делать в ваших кастрюльках? Они нужны иногда. Компоты варить, варенье, да? Какие-то заготовки. Вот лечо там или еще что-то, да? Все равно летом так или иначе все делать. Еда имеет другую привкус. Почему? Потому что она... Вот эта форма, она же неспроста такая, грубая. Это как длинный горшочек раньше. Там все настолько рассчитанно продумано. И крышечка, бортики даже у крышки продумано. Они высокие. То есть циркуляция пара идет правильная. И мы включаем виду за 15 минут до окончания. Почему? Потому что в 15 минут эта температура держится. То есть вы экономите там, не знаю, электричество и все подряд. Кстати, для всех видов клип. Что я давно умирала, хотела. Наконец-то, наконец-то нам дали. Это вот такая силиконовая подставочка под горячее. 13 сантиметров длина ширина. Мы даже сыны нашли их в Москве и забирали оттуда. Оранжевые, да, помните, у меня здесь были. Но сейчас черные. Мне она даже больше понравилась. В общем, классная штука. Вроде темно-синий. Вы должны видеть. Я тоже думала, что темно-синий, Таня. А мы там разглядывали, была темно-синий. Вы держите горячую температуру до 220 градусов. Можно использовать как прихватку. Прихватку. Понятно, что компактная, прочная. Я вообще не знаю, я в нее влюбилась. Есть отверстие, чтобы подвешивать. Так, дальше. Кстати, в кастрюле идет еще и буклет рецептов и описания. И на кастрюлю гарантия, между прочим, 30 лет. Хрупчиво себе. Да. Для тех, кто ест небольшое количество хлеба. Туда и большой умещается. И большой, да, умещается. Кто любит тостовый хлеб. Кто любит складывать выпечку. Кто любит хранить сухарики в хлебнице. Все что угодно у нас на самом деле. Такая хорошая емкость. Ну пожалуйста, вот эта хлебница малая. У нас три вида хлебницы. Малая, есть средненькая со шторочкой. И совсем большая. Вот это одна из самых кодоводков. Потому что сейчас мы хлеб мало едим. Так. У нее красивая мембрана. У кого есть, они уже знают эту мембрану. То есть дышащие. В принципе, может быть даже за собой использоваться. Да. И для, как умный, холодильничек. В некоторых случаях. И... Сейчас, залить смертельной. Практически. Кто умеет так делать? Прям сухарики вот так или точками стоят? Вообще тостовый хлеб, видите? И мы разделяем, допустим, белый от темного. Да? Или буханки от кусочков. И также выпечка может храниться. Нарезанная от ненарезанного. Красиво, кстати, очень стильно. И у нас селев до такими глазами. Очень очень красиво. Классно. На тараконник нельзя. Почему? Потому что солнечный эффект, все нагревается. Там паровой эффект. У меня на тараконнике. А у меня на микроволновке. Не очень. Да, можно излучать тепло. Девочки, я просто часто открываю. Вообще ничего у меня не портится. Нужно, кстати, проветрить обязательно. И когда вы приносите домой хлеб, сыр, освобождаем от упаковок. И дайте 5 минут. Остыть. Остыть. Да, остыть. Еще одна форма. Королевская. Очень классная. Королевская рулетов. Для хлеба, для текстов. Ну это мы любим, вы знаете, силиконы нашей формы. В чем их особенность? Во-первых, между прочим, их вот это... Не надо смазывать. Да. И я хочу вам сказать, что силикон тапы очищает, вот сколько, как вы думаете, сколько времени очищает силикон от вредных примесей. Сутки, наверное. Мало. Двое суток. Девочки, полгода. Ничего себе. Полгода очищает силикон. Никакие силиконы в форме фикс прайсе и где-то в таких вот маркетах не будут так заморачиваться. Поэтому, вот сколько раз там, да, тоже вот. Вы знаете, что можно использовать и в духовке, и в микроволновке, и в морозилке. Можно из морозилки вытащить и сразу поставить в духовку. То есть она держит абсолютно всё. Оно без запаха. И теперь переходим к особенностям эксплуатации. Мы не смазываем маслом. Всё выскакивает изумительно. Что ещё? Не менять цвет. То есть вот такой первоначальный цвет был такой. Кстати, моем мы, естественно, после использования. И мойте всегда перед использованием. Почему? Потому что если вы здесь готовите что-то очень жирное, например, тот же мясной хлеб, да, там весь жир. Силикон – это пористый материал, как бы мы не хотели. Да, он всё равно впитает какой-то жир. Но после остывания этот жир всегда выталкивается наружу. Силикон освобождает свои поры, выталкивает жир наружу. Поэтому, ну, мягким мощным средством перед использованием всегда промоете. Хлеб – хорошо. Прям буханка хлеба. Хлеб, да, кекс. Посмотрите, какой красивый получится. И резать удобно. Там вот бороздки. Режем не здесь, помню. Не-не-не. Там бороздки просто. Да. Девочки. А фула сухая должна быть абсолютно. Конечно. Да. Влажная. Пояблосу вообще даже не партись. Пояблосу вообще даже не партись. Пояблосу. Ничего страшного. У вас же смесь всё равно содержит какое количество воды, жидкости. Девочки, смотрите. Здесь можно же делать и заливное, и желе. Вот битое стекло. Желе будет очень красиво смотреться. Поэтому… Да. С разного цвета. Так. Наши ёмкости «Новая волна». Да, липочки. На вопрос. А можно ли разогревать? Мы знаем все, что разогревать можно только в ёмкостях с клапаночком. Ну и право делать, это понятно, да? Поэтому, пожалуйста, вам три объёма ёмкости «Новая волна». Светофор. Да, молодец. Сюда мы можем перелистить. Супчик, да? Чтобы не ставить в той кастрюле, которая пять килограмм. Второе переложить и так далее. Девочки, не закрывайте, пожалуйста, и плечиком крючки. Потому что вы переломаете все ноги. Серьезно, что вы располагаете, и оно очень вот так компактно открывается. А вы не дуете крючки, чтобы не прожить? Если вы транспортируете, ладно, закройте крючки. Но оно не откроется в любом случае. Оно герметичное. Эти ёмкости герметичные. Единственное, проверять всегда, чтобы клапан был закрыт. И самое главное, как вы эксплуатируете, да? Какая рекомендуемая мощность? 200-600. Да, но мы знаем, что есть. Мы 600, да. И когда разогреваете, ставьте по три минутки. Разбиваете очень хорошо. Этот полимер специально разработан таким образом, что он лучше всего пропускает микроволны. Ни стекло, ни керамика. Они стекло и керамика задерживают. Там 30-40% микроволны. Здесь пропускает мгновенно. Поэтому трех минут хватит. Ну, для небольшой порции. Если недостаточно, еще раз. Есть ножки, да, для правильной циркуляции. Инструкция у нас всегда. Кстати, код прайля, да, для слепых. То есть здесь вся информация есть. Что еще девочки не сказала? Объем. Объем, я не сказала, 2 литра. Подарашечка. Вообще вот редкий объем, но обалденный, да. И литр. Вот, кстати, очень многие берут ветровые емкости. Особенно мужчинам нужно вот эту работу брать. Берем на работу с тобой. Либо дома оставляем. Вы знаете, что там, я не знаю, дети. Котлетки там. Могут разогреть. И вы знаете, что они даже если уронят, ничего не разобьют и не поранятся. Суп, макароны и котлеты. Умница! И опять же, вот, кстати, новая волна. Это емкость и для хранения, и для разогрева, для транспортировки и для сервировки. То есть мы из них и кушаем. Так, переходим к следующему. Следующее у нас. И это что? Контейнер с разделителем. 560 миллилитров. 22,14. Высота 4 сантиметра. Герметичная крышечка. У нас многие любят. Почему с разделителем и контейнер? Потому что, да, вы положили... Молы и салатик. Да. Сырок, колбаса. Конечно, вы знаете, что разогревать нельзя. Хотя, в принципе, такой прочный контейнер, прям такой хочется. Но нельзя. Вообще хорошо в дорогу брать. В дорогу, да. Он, на самом деле, вот, по высоте. Очень компактненький. Нарезку, да. Компактненький. Даже в туночку в любую в вас войдет. И вместе с этим контейнером мы берем вот эту замечательную дорогу на гости. Погревушечку. А? Погревушечку. Погревушечку, да. Испачивали, аккуратненько сложили. У вас в сумочке все чистенько, да? Ткать надо? Обязательно. По-любому надо. Вам два точно. Три, как минимум. Так. Смотрите. Намного удобнее, кстати. А? Намного удобнее, кстати. Я уже в воде в воду. Да. Я просто в водах хочу. И очень удобно. Я за фанат фиолетову, вы все знаете, да. Но что-то за дорогу у нас, конечно, нужно с футлярчиком. Ну, жидкая внутри, вот кто-то спрашивал, может ли жидкая внутри? Через три годов, конечно же, переливается. Да, да. Контейнеры иллюмина. Кто соскучился у нас по летней цветовой гамме, они у нас были. С половиной лет. Они у нас были в подарках. Мы очень приглянем. Они периодически, эти контейнеры иллюмина у нас появляются в разных цветах. Вот этот зашел прям вообще всем огонь. Чем мы удивляем и шокируем. Потому что вы можете вот так вот нести салатик и чего-то там еще, да. Благодаря именно вот конструкции крышек. Дальше, что еще? Вы можете очень красиво насервировать. Благодаря, опять же, этим крышечкам. Очень хорошо смотрится в сервировочке именно вот в такой подаче. Да, красивенько. Угу. Таким перегисталом небольшим. Убрать даже удобно, как подносик. Вот так вы можете насервировать стол. Единственное, если вы чем-то цветным заполняете, имейте в виду, что здесь нет color control, то есть может окраситься, да. Да. Святое в морковке. Да. Но емкость шероховата, то есть она не поцарапается у вас в любом случае. Для чего используем, девочки? Что сюда кладем? Я вообще обожаю вот эту вот нижнюю емкость. Два с половиной литра. Для чего? У нас масленица. Куда мы будем блины смазывать? Как раз таки в ней. Я ее покупала изначально. И пирог, да. Синогончики. У нас мастер синогонов. А, ну пироги все, что хотите, да? Дознать. Пирог, салаты, да. Или красиво вот летом, там не знаю, арбузы, дынь, все подряд здесь нарезать, подать и перевезти. А когда у вас масленица, они все же одулилые какие-то. Сырится, да вообще классно. Здесь и выпечка, и все подряд. Да, а то там маленькую кенчуп с зелью. Кенчуп с зелью. Нет, хорошая емкость. А куличиков сколько туда выливали вообще? Кстати, девочки, сюда помещается, знаете что? Форма для желе, вот это вот наше. Что там мы делаем заливное и все подряд. Сюда вот вообще классно и вот так вот. Это моя любимая. И что, она не приплюснется? Ты знаешь, вот прям там 3 миллиметра остается, но оно все равно чуть-чуть там. Так что нормально. Да, так что удивляю всех. И даже если вы что-то перевозите там… Сколько на год получается ли что? А не отдельно, не, не считала. То есть, в принципе, даже если вы просто так сумочку поставите, он вас не будет громыхать и кататься, да, по машине. Или вот так вот в машине поставили в багажничек, если вы точно знаете, что у вас ничего не весло. А можно сделать вот такой сервировочный центр. Даже не нуждаясь в представлении. Молодец. Потрясающий наш любимый красивый такой небесный свет. Мне нравится то, что шероховатый внутри и снаружи не поцарапается. Мне нравится то, что замечательная наша любимая крышка влага воздуха непроницаемая. Небольшой гортик, который защищает от случайного открытия, да. Выпускаем воздух. Ой, и у нас здесь и тесто, и… А если перевернуть, то торт прям. Кондитер, трансформер. Дальше. Чем это замечательная эта крышечка, кто мне скажет? Вода, влага не проникает. Да, да. А еще я вам показываю. Да, вон весить можно как раз таки вот на наш органайзер. То есть, вообще, как хотим, так и используем. 4 литра, но это такой входовой объем для любой семьи. И для маленькой, и для большой. И опять же… Форма красивая такая, вот округлая. Да, она вот прямая такая, да, и округлая. В общем, берем даже не задумывайся. Да, у месяца много блинов. Да, ультра-про много не бывает. И у нас, кстати, есть тоже много фанатов. Тождец, которая на кастрюлю на 11 литров, она будет уже давно. Ведь она вот тут форма. У меня, видите, она вообще убитая в усмерть. Я ее тоже люблю. Это одно из первых изделий, которые я тоже приобрела. Причем я, когда покупала еще на Вольске, я говорила, мне, пожалуйста, вот, чтобы блинчики складывать. Почему я должна была в нее блинчики складывать, я не знаю. Это же, конечно, форма для выпечки. Материал остро-про. Это у нас самое крутое, запатентованное, как сказать, изобретение компании. Потому что, опять же, широчайший температурный диапазон от минус 25 до, по-моему, 280. Который не боится ни заморозку. Кстати, заморозку можно отправлять вместе с крышечкой. Надеюсь, обозначение есть, да? Да. А я люблю в крышечке мороженое делать. Вафелька. Как раз круглый вот корж, который продается вафельный, он прям идеально будет крышечкой. А ты закрываешь емкость? Ничего, не закрываю без крышечки просто. Один вафельный корж, потом сверху сливки взбиваются с обгущенным молоком. И вафельным коржом накрывается идеальная форма. И, получается, как раз нарезается, как мороженое. Так, здесь красиво получится пирог, да? Там в кортике диаметр 23 см, очень хороший диаметр, прям идеальный. Ну, Каль, я не смазываю ничего. Вот у меня, видишь, тут... Смазывать не надо, все, все отходит, все сама. Здесь можно и мясо, и картошку, и курицу, все, что угодно. Ну, конечно, найдя для выпечки. И запеканочки любят. И запеканочки, и пиццы. Вот, и мне нравится, что крышка есть. Вот, с крышкой только хранить, девочки, и морозить. Ну, опять-таки, и битое стекло можно там красиво получится. Ребристые. Не, вот кто печет, это прям вообще супер. Да, согласна. Количество ограничено, девочки. Девочки, даже не помню, когда была у нас, был контейнер для салфеток. А мне звонят, говорят, мы хотим какой сербинный контейнер для салфеток. Я по всей России мучилась, искала, и собирала, и сдала. Вот тут все. Все именно невысокие. Да, потому что, да, в совершенно верно Галле, это наша емкость, система холодильник, да, на 650 мл. Крышечка подходит, они взаимозаменяемые абсолютно. То есть, вы можете менять на 1,5 литра, конечно, да. Ну, кому нужно для салфеток на 1,5 литра. Ну, у кого дети маленькие. Но, смотрите, что для чего мне, например. У меня в машине всегда лежит упаковка салфеток. И она, естественно, высыхает. Она высыхает, поэтому вот это вот идеальное просто решение. Во-первых, в дверцу машина она входит. Во-вторых, клапан герметичный. Это очень удобно. Вот кто у вас водитель, мальчики, девочки. Красивый ультрасиний цвет. Да, красивый цвет. У меня вот в машине лежит аптечка вот в этой вот водой дверцы. И вот теперь будет еще контейнер для салфеток. Такой небольшой, очень удобный, на самом деле. У нас у всех сегодня будут подарки. А я вам заранее, раз уж убегаете, смотрите. Это силиконовая подставочка. Прихваточка. Кто бы уже получил подарок, что мы еще ими делаем? Что мы делаем? Кружечка. Горячая. Кружечка. Кстати, очень хорошо. Ставим горячую кружечку. Или, если вы побежали, чайок, накрыть стаканчик чая, накрыть этой силиконовой подставочкой. Но просто незаменимая вещь, когда вы открываете консервные вот эти вот банки. С метовой, ну не консервный банк, а банки с метовой крышечкой консервации нашей. Девочки, впервые. Просто прелесть мимишная. Салфеточки для чего? Для очков экранов. Для очков экранов. Молодцы уже все. Знает 20 на 15 сантиметров. Просто прелесть. Какие они нежные, красивые, приятные. Две штуки. Выбираем цвет, который вам надо. Одну себе, другую, другую. Даже петелькой. Они две штуки в наборе. Берем набор и вот. Куда делим все. И кому-то дарим. 449 рублей цена для гостей. Все. У меня забрали котлетницу, но мы ее знаем. Это для тех, кто любит делать эти, как это называют? Бургеры. Бургеры, точно. И просто котлетки. И просто котлетки. Дальше. Процелоны. Правильно. Процелоны в салате. Да. Гарнир. Даже картошечку. Вот я где-то видела. Картошечку-пюре. Мешковник. Я делала котлету. Веселку из мешка. Вот. Розочки. Да. Картошки обалденные. А я видела, смотрите, картошечку-пюре сделали. Но так красиво гуляш себе. Полить просто ресторанная подача. Вот. Здесь вы наделали кушек в полуфабрика. Вы можете их вот сюда прям сразу же заморозить. То есть в контейнер. А, у нас идет вот как это? Три штуки. Три штуки. Да. Три штуки. В наборах, значит, четыре лотков для бургеров. Четыре штуки. Как это можно получить? Это можно получить при заказе на 7500 рублей. Кстати, я что-то не сказала, да. У нас когда идет программа. Со 2 февраля по 1 марта. Если вы за этот период суммарно набираете на 7500, вы можете всего за 499 рублей взять вот эту форму для бургеров. Так. И если вы делаете суммарный заказ на 15000, то вы берете за 499, кстати, какая же цена, да, форму с разницей. Форма с разницей обалденная штука. Мы делаем с разы продолговатой, круглой формы. Можем мастер-класс по ней сделать. Такие кругленькие шарики из пюре. А внутри у нас либо грибочки, либо фаршик. Либо можем из риса сделать, а внутри красная рыбка. Всю штуку у нас. Классно. Моей дочке очень понравилось. Приглашайте. И переходим быстренько к подаркам. Самое главное у нас, это зарегистрировать вовремя новеньких. Всегда вам настаиваю, просто заставляю девочки, зарегистрируйте и делайте на них квалификационные заказы. Почему? Потому что вы получаете подарки за квалификационные заказы и за новеньких. В этом месяце впервые в истории компании появляются стеклянные емкости. Вы помните позиции компании, чтобы все было безопасно. Чтобы если контейнер уранился, он не разбился. Чтобы по дороге, если там что-то переносили, оно не разбилось, вы не поранились. Но в реальной жизни такие, что компанию все-таки пошли на то, чтобы изготовить контейнеры из стекла. Но они к этому подошли очень профессионально, как и во всем другом. Это необычное стекло, а поросиликатное. У него миллион достоинств по сравнению с любым и обычным стеклом, и тем более закаленным. Во-первых, он легче. Они достаточно тяжелые, потому что они сами себе толстенькие. На самом деле, если бы это было емкости, я закажу. Но даже у стекла она была бы все равно тяжелее. Дальше. Она выдерживает колоссальный температурный диапазон разницы. От минус двадцати, по-моему, да, и двадцати пяти даже. От минус двадцати, да, до трехсот. То есть, в принципе, никакой жаркий, там, я не знаю, никакая температура им не помешает. Ничего интересного. Да, замечательно. Может, прямо держишь даже из морозилки сразу же в духовку. А из духовки можно? Можно с холодной водой. Зачем? Вдруг по-моему, надо сгонять. Сгонять. Внутри сгонять. Нет, он как раз-таки, вот, разницу очень хорошо выдерживает, так что Танечку можно. Можно. Что-то... А, и, ну, очень против... Да, предлагаю сейчас не попробовать, не будем сейчас. Я еще не... Заинтриговала, Наташа. Самое главное, смотри, а, тут еще крышечка, крышечка. Сначала мы закрываем... Тоже очень герметичный, там бортик такой резиновый. Сначала мы закрываем узкую сторону, затем широкую. С четырех сторон вот эти клипсы. И чтобы они были герметичные, потому что Европу нам позиционируют как супергерметичный контейнер. Но для этого вы должны перед первым использованием, как... Таня, ты это сделала? Я не знаю. Угу. Как ты это вынула? Нужно вынуть вот этот... Они вообще, между прочим, идут с такой вот пергаментной бумагой. Специально, чтобы вот эта вот силиконовая вставочка не испортилась. Вы должны перед первым применением ее вынуть и промыть хорошо теплой водой с моющим средством. И вставить обратно, но там прям бороздки вверх. Так хорошо забрала. Нет, я не буду вынимать. Мы ее уже промыли. Да, все, мы ее уже поэтому можем использовать. Дальше. Мы уже попробовали приготовить в ней... Вкусняшечку. Вкусняшечку, моя любимая. Смотрите, какая красивая. Она у нас в первую часть будет. Это что такое? Яблоки и... Это творожная паканка с яблоками. Сверху белки я отдельно взбила. Очень люблю. Единственное, там надо было форму смазать сливочным маслом. Я не смазала, сейчас подсыпалась. Кто? Емкость? Содержимая. Вкусняшка. Вкусняшка. Ворожная масса с яблоками. Ворожная запеканка, да. Но я их готовлю своим способом. Я готовлю, во-первых, с рисовой мукой, цельнозерновой. Вкусняшка. Очень пеппышная. И творог. И я, видите, белки отдельно взбиваю. Поэтому такая красивая она получается. Это очень вкусно на самом деле. Так, девочки, за квалификацию первого нового консультанта вы получаете контейнер премиум глаз, кстати, мы называли, что я не сказала. Смотрите, какие они симпатичные, очень красивые, да. Сотку. Литровый. Литровый вы получаете, девочки. А за квалификацию... Что такое квалификация? Это когда ваш тройки сделают два квалификационных заказа. Правильно. Это в оборотах оплатят 16500 всего лишь. Да, конечно. Вот. Сделал, получи литровый. Ну, да. Литровый ей мало, да. Они любят большие емкости, поэтому полторашечку. Таня получит за квалификацию второго. 44. Нет. 33. Один 22, другой 22. Ну, получится 24. Ну, какая вам разница, сколько там? Да. Сколько они сделают. Они сколько сделают. Так. Ну, понятно, что устойчивое возникновение царапин. То, что там мы прозрачные. Вообще само по себе без подобного все видите. Ну, подарок классный, конечно. А рецепт будет? Рецепт, пожалуйста, мы пишем. Ну, мы сначала попробуем, как вам не понравится. Понравится. Говорите, говорите. Говорите уже лучше. Мне нравится то, что они такие коробочки. То есть даже вот презентабельные подают. После того, как у вас человек пять прописцируется, то есть вы можете дарить направо-налево уже сами. И зарабатывать сковородки. Да. 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 Когда готовим, мы эту крышку, естественно, да, в духовку не пихаем. Ну, есть. Не видит. Не пихаем, в общем. Да. Свет вообще красивый, да? Понимаете, когда вот такой вот, ну, грязцевый. А кто у меня менеджер? Кто у меня менеджер? А не получит, между прочим. Акваконтроль. Акваконтроль, по-моему, даже два. Ну, в объёме два и девять. Да нет. Какой симпатичный. Да. Корм для животных хранить. Да, конечно. За счастье. Галя от вас это слышит неожиданно. Вы же противница. Противница. Нестандартного. Это знаете. Животные, это члены семьи. Но на самом деле, девочки, знаете, в чем удобно? Потому что герметичная ёлкасть, нет запаха. И даже вот это вот, для животных, она же такой имеет запах. Не каждому нравится. А здесь всё герметично. Все новое. У меня вот в ёмкости хранится в акваконтролях кофе. Зерновой. Запах шикарно сохраняется. Больше нигде он не сохраняется, так как вот в наших акваконтролях, либо вот с такой влаговозок и непроницаемой крышкой. Но здесь в акваконтролях это самые герметичные крышки. Все герметичные. Переходим к подаркам, запах, инфекционный заказ. Я вам уже говорила, что мне нравится в этой программе то, что и программа обалденные. И подарки. Скажите мне, я узнаете, как хочу вам его презентовать, его и подарки. Такую петитатную схему, как мы презентуем наше изделие. Скажите, пожалуйста, бывает ли у вас такое, что ваш домочадцы открывают холодильник, он заполненный едой, и они говорят, что есть, поесть. Есть нечего. Есть нечего. Или еще хуже. Начинают открывать все крышки и не закрывать. И не закрывать. Бывало, да? Постоянно. Постоянно. Смотрите. Поэтому компания знает проблемы русских женщин. И выпустили такие вот емкости, которые вы получаете в подарок. Между прочим, у меня их, потому что там вы спрашивали, у нас раньше были похожие системы холодильник. Немножечко другие. Вот меня спрашивали, почему-то вот такие вот контейнеры. Смотрите. Давайте сразу будем... А, может, хотели по пятиэтапной схеме. Ну, я тогда буду говорить об особенностях каждого контейнера и какие у него достоинства. Во-первых, прямоугольная форма. Вы все любите прямоугольную форму, потому что они компактны. В холодильнике все стоят в тройными рядами. Во-вторых, понятно, что прозрачность. Как раз для того, чтобы, наконец, домочадцы видели, что здесь макароны. Здесь, я не знаю, там что там. А нет, это салатик. Да, все что угодно. Дальше, посмотрите здесь. Видите, какие у нас с углов такие вот, как сказать... Полосочки. Ребрышки, да, полоски. Для того, чтобы их, на самом деле, очень комфортно держать. Даже с влажных рук не выглядит. То есть для удобного захвата. Дальше вы видите ножки. И они повторяют форму крышки. Для того, чтобы вы могли очень устойчиво, видите... Устанавливать пирамиды. Любые пирамиды, да. Из любых емкостей. Так, что еще здесь такого уникального особенного? В принципе, в этом это самое главное. Что надо сделать, чтобы эту сокровищу получить? Да, молодец. Смотрите. Мне очень нравится. В последнее время компания часто дает нам не за полифицированный заказ, а даже за меньшие обороты. За 6 тысяч. Вот такой вот контейнер объем 460 миллилитров и получаете в подарок. Уже за 6 тысяч. Крышки, кстати, достаточно мягкие. Между прочим, очень комфортно открывать. Язычок есть. У нас везде есть язычок, который позволяет удобно захватить. Закрываем мы по уголочкам. И потом уже большими пальчиками проходим по самому периметру. А мне напоминает коллекцию кристалл. Тот же полимер или другой? Нет. Кстати, коллекция называется кристальный. Нет, полимер чуть-чуть попроще. Да. Чуть-чуть попроще. Кстати, нельзя, знаете, что? Лимон. Имбирь. Кстати, про лимон и имбирь не написали нам. Вот в кристалл. Задим вопрос завтра. Надо попробовать. Да. Мне кажется, вот это попроще, поэтому можно. Там вот какой-то особенный тритан полимер. Ну, тут тоже как-то с опаской, мне кажется. Горячий нельзя, правильно. 40 градусов максимум. Видите, смотрите, как комфортно открывать. Кайф. И нельзя здесь снова острым подолазить. Это вы все сами понимаете. Так, это получить за 6 тысяч. Кто идет на первый квалификационный, тот получает еще этот и этот. То есть... Три штуки за 11. То есть вы соображаете на трагерах. Делаете квалификационный заказ. За 11. Получаете три лимкости. Как дела. Делите, как вам хочется. На вторых соображать лучше. Конечно. Чем от другой пахать. Ну, на самом деле... Оно не бьется. Не бьется. Я вам покроверен. Я бы хотела показать, что оно не бьется. Так. Кто идет до второго, девочки? Смотрите, какой обалденный контейнер. 2,53. Сразу большой. Да, сразу большой. Готовили поп. Постудили и сразу сюда и все. Да, совершенно верно. И пусть дети видят, что в холодильнике не дают. 2,5 литра это замечательно. Оно очень похоже, да? Вот на красный клуб. Это система холодильника. Похоже. Второй. Кто настолько упорно пойдет до третьего. Это вообще хорошо. Вообще лучше всего третий соображать на двоих. Потому что у вас два контейнера. Одна целая шестьдесят двоих. Слышка. А сразу третий можно на двоих собрать? Третий. Минуя первый, второй. Нельзя? Не дай его. Не дай его. Короче, два вот таких контейнера. Ну, хороший очень объемчик. Больше, чем полтора литра. Кстати, больше, чем вот тот. То есть необходимо. Выстроили композицию, да? И идем до пятого. Потому что до четвертой нет подарка. Идем до пятого. В пятый вы получаете. И это. И два. Объем семьсот пятнадцать миллилитров. Четыре шестьдесят. А потом два вот этих. Вот так, да. Четыре шестьдесят. Ну, классно. Один большой. Четыре штуки получается. Да. Вот, плакат. Один большой. Один четыре шестьдесят. И два маленьких. В общем, смотрите, как у вас будет красиво в холодильнике, когда вы соберете наконец-то в холодильнике. Вообще. Дело за мало. Приготовить. Купить продукты. Две международные. Еще менеджер у нас, смотрите, получает шикарный ультрапро. Пять и семь. Пять и семь. А Инна у нас получает пять и семь кастрюлю. Видите, классно. Почему не одиннадцать? Одиннадцать. Одиннадцать. Покупает. Она продает. Она продает кастрюлю одиннадцать литров и получает подарок пять и семь. Вообще идеально. Одиннадцать литров. В смысле, директор у нас именно одна. Директор это кто? Это куковые стрим-менеджеры. Помните девочки, да? Да. Нет. тимур 21